Пожар в детском лагере Виктория в Одессе. За время после пожара Одесса успела увидеть уже очень многое. И громкие заявления первых лиц Украины, и аресты, и данные о чудовищных нарушениях при строительстве этого детского лагеря, и жесткие столкновения между полицией и активистами. Вот только СМИ так устроены, что не могут долго держать в фокусе одну тему, даже такую, как эта трагедия. Не получится ли так, что теперь, когда внимание к трагедии неминуемо начнет снижаться, всю вину за пожар попытаются повесить на стрелочников? Это вопрос для нашего корреспондента в Одессе, Андрея Анастасова. У него и узнаем, какие сейчас настроения в городе, и чего дальше ждать от одесситов. Андрей, приветствую тебя. Скажи, вот по состоянию на сегодня, на каком этапе расследования, что уже удалось установить по этому пожару? На сегодня в связи с трагедией в лагере Виктория открыто три уголовных производства. Во-первых, по статье «Нарушение правил пожарной безопасности», которое привело к гибели людей. Затем, по факту служебной халатности местных чиновников. И еще отдельно расследуют то, как проводилась реконструкция в детском лагере. Как сообщили нам сегодня в прокуратуре, назначено большое количество экспертиз, пожарное, техническое, строительное. Кроме того, изучается документация, изъятая в различных департаментах горсовета, а также на предприятиях, которые проводили работы. Досудебное следствие планируют завершить в течение двух месяцев. Пока же подозрение объявлено только двум людям, и они уже взяты под стражу. Это директор Виктория Петра Саркисян и 23-летняя воспитательница лагеря Наталья Янчик. Она отвечала там за противопожарную безопасность. Многие в Одессе возмутились, мол, почему среди подозреваемых нет чиновников, которые, собственно, и позволили функционировать лагерю в таком состоянии. Прокурор Одесской области пообещал, что круг подозреваемых обязательно расширится, и никаких стрелочников не будет. Просто огласить особе про подозру, чтобы потом иметь слабую позицию в суде, это неправильно. Сейчас все абсолютно будет выучено, надана правильная юридическая оценка, и я гарантирую, что служебные особи будут нести покорение в этом криминальном проведении. Тем временем одесские журналисты-расследователи составляют свой так называемый список Виктории. Туда они включают лиц, которых считают причастными к трагедии. И этот список довольно большой. Дело в том, что нарушений вокруг лагеря хоть отбавляй, начиная от проектировки деревянных зданий и заканчивая тем, как работала, точнее, не работала система противобожарной безопасности. Безопасности, сигнализации, то есть. И, кроме того, есть подозрения, что тендер у проведения реконструкции имел признаки сговора, а еще должностные лица службы по чрезвычайным ситуациям в прошлом году почему-то признали деревянные корпусы безопасными с точки зрения пожарной безопасности, опять же. Что еще можно добавить, то, что, по мнению журналистов, верхушка айсберга, верхушка этого коррупционного айсберга, это начальник управления капитального строительства Одесского гурсовета. Ведь именно это ведомство было заказчиком реконструкции. То есть, как он наблюдал, почему строили из дерева эти срубы, хотя такие здания нельзя строить для детей из дерева. Вопрос возникает по пропитке этих бревен составом специальным. Говорят, что они сэкономили на составе. Говорить о протестах, которые были в Одессе на этой неделе. Чего можем ждать дальше? Активисты просто выпустили пар или продолжат давление, пока не накажут не только стрелочников? Ну, нельзя сказать, что прямо вся Одесса охвачена протестными настроениями. Да, действительно, в среду к мэрии пришло довольно большое количество людей, но в основном это были все же активисты разных организаций. А вот рядовые горожане, они свой гнев по поводу трагедии выражают больше в социальных сетях. Так отмечают политологи. Но в то же время, по их словам, по словам экспертов, в ближайшее время акции протеста в Одессе продолжатся. Сам же мэр Геннадий Труханов отстранил от исполнения обязанностей нескольких чиновников, в ведении которых находился детский лагерь. Ждет официального расследования. Обещает, что все документы касательно Виктории опубликуют на сайте горсовета. А еще говорит, что на теме трагедии сегодня пытаются спекулировать. Алексей? Понятно. Спасибо. Андрей Анастасов, наш корреспондент в Одессе, помог нам с вами разобраться с настроениями в этом городе.